Доброе утро, друзья! Я опять фактически заступаю на небольшое дежурство по Америке, хотя только вот буквально вчера мы тут дежурили в связи с дебатами, которые должны были состояться первыми президентскими дебатами между Хиллари Клинтон и господином Трампом. И вот я обещал рассказать, чего там получится из этого всего. Что можно сказать по прошествии полусуток после этого дела. Вы хорошо понимаете, что есть люди, которые приверженцы того лагеря или этого лагеря. Поэтому, во-первых, все эти дебаты не для них, собственно, не адресованы им. Ну, конечно, там надо поддержать своих, но, в общем-то, смысл-то дебата в том, чтобы повлиять на тех, кто еще не определился. Поэтому люди, которые из этого лагеря, они будут считать, что наш там лучше, люди из того лагеря будут считать, что их лучше. Вот, поэтому тут это как бы не так важно. Важно, как это влияет на компанию в целом. И здесь объективными индикаторами, вот не то, что вот этот человек за тех, а этот за этих, а так, объективными индикаторами являются скорее индикаторы финансовых рынков, нежели вот, допустим, чего кто сказал. Хотя, на удивление, как препарируется все, что происходит. Вот я смотрю, значит, там на какую тему, кто сколько говорил в процентном отношении, кто говорил больше, кто говорил меньше. В частности, вот Хиллари, которая любит поговорить, и Доналд, которому как бы обычно сказать-то нечего. Вот, и вроде для него две минуты было много. Но тут получилось, что Хиллари больше так и помалкивала. То есть, она какие-то уроки извлекла, видно, подготовили ее, что ли, я не знаю. То есть, на самом деле, если Трампу дать поговорить, он, конечно, зайдет далеко и против себя. Это как бы у него известная такая черта. Вот она на этом сработала. Она, конечно, куда более опытный такой полемист. Вот, в общем, что у нас в финансовой рынке-то? Вот вопрос, да, так более объективно. В финансовой рынке у нас главным индикатором является, конечно, я вам уже рассказывал, мексиканский песо. Потому что приход Трампа грозит Мексике финансовыми проблемами. Так вот, мексиканский песо пошел в рост после этого дела, что говорит о том, что как бы они немножко успокоились. То есть, чувствуют, что Трамп не усилился, а как бы наоборот. Есть букмекерские конторы, которые всякие ставки там делают и так далее. Значит, у них тоже рост. Причем, знаете, так интересно, такие картинки пишут. Вот как меняется позиция кандидатов по мере того, как идет дебат. Вот первый вопрос, второй вопрос, третий вопрос, это очень интересно. Так вот, Клинтон, ее шансы в букмекерских конторах, а мы тоже считаем это объективным, или, скажем так, гораздо более объективным, чем люди, которые хотели бы победы той стороны или этой. Вот, значит, они говорят, что шансы Клинтона на то, чтобы стать президентом, выросли с 69 до 73 процентов, на 4 процента. Тоже неплохо, знаете, как с одних дебатов, там полтора часа поговорили. Вот, выросли с 69 до 73, и, соответственно, у Трампа упали с 31 до 27. Ну, и это все, как бы, конечно, корреспондируется с Песо, как бы, да, и не только Песо, то есть, есть еще другие рынки тоже, которые отреагировали в сторону, как бы, большего спокойствия, потому что приход Трампа связан с какой-то непонятностью, нестабильностью, то есть, помимо того, что он говорит какие-то вещи пугающие, неизвестно, он еще что делать будет, поэтому тут совсем, как бы, такая вот ситуация. Ну, короче, я что хочу сказать, что есть опрос, который проводил и СНН, там еще с кем-то, там еще с одним агентством на пару, и там получалось, что, ну, там 62 процента считают, что победила Клинтон на этих выборах, а еще там сколько-то процентов, не помнят. Ну, пусть будет 37, считают, что победил, значит, Доналд Трамп. Это не так важно, на самом деле, что вот в этих обзорах это произойдет, не говоря уже о том, что СНН, как бы, можете сказать, да, они же либералы, они, наверное, подыгрывают Клинтон, или там как-то, может быть, так проводят опрос, что данные немножко перекошены, наверное, я не знаю, я даже не склонен доверять вот этим вот. Особенно, когда комментарии читаете, значит, зависит от того, на каком сайте. Вот, например, на сайте Fox News, например, все кричат, что победил Трамп, а, значит, там на сайте CNN, так и наоборот. Поэтому дело не в этих людях, а в том, вот какая такая внешняя... Более объективная картинка. Значит, по содержанию дебатов, что тут сказать? Трамп, к сожалению, для его сторонников, может быть, таких, не более взвешенный, не смог уйти от своего вот этого образа. Понимаете, у него есть слабое место. Вот, допустим, он отказывается опубликовать свою налоговую декларацию. И на самом деле, если человек, ну, элементарно соображает, я не хочу сказать, что он интеллектуал какой-то, но если он элементарно соображает, то все уже понятно, уже дальше вообще бессмысленно говорить о чем-то. Понимаете? Но он как бы рассчитывает на тех, кто не понимает. И вот у тебя есть такая слабина, и ты понимаешь, что тебя за это будут бить. Но уже придумай что-то, но уже как-то, ну, ну, ё-моё, ну, это же не то, что ты вот шел-шел, и тебе кирпич на голову упал. И вот его начинают, значит, там, мордовать по этим делам. И он вместо того, чтобы подготовить достойный какой-то ответ, хотя что в этой ситуации может быть достойным, я не знаю, ну, попробуй. Он говорит, вот ты, говорит он, Клинтон, сначала опубликуй свои там 30 тысяч имейлов, которые ты, значит, там похерил на своем сервере, а тогда я уже опубликую свою налоговую декларацию. Клинтон опубликовала свою налоговую декларацию, и Клинтон, и Сандерс, и вице-президент, вот, ну, смысле, возможный, который идет с Доналдом Трампом в одной упряжке, он тоже опубликовал, без того, чтобы сказать, значит, вот пусть, значит, Трамп опубликует там все свои воровские операции, пусть он ответит, значит, за базар там с Трамп Юниверсити, пусть он это, а тогда мы опубликуем свои налоговые декларации. Он не поднялся до уровня политика, понимаете, он так и остался вот таким клоуном дешевым, я не знаю, на Урлу рассчитанным. Так, и это видно, и это прет из него, и ничего сделать с этим нельзя. Дальше что? По содержанию. Да, там еще был момент интересный, и Клинтон, она, надо сказать, довольно безобидно его подначивала с этими налоговыми, с налоговой декларацией, и говорит, почему он не хочет ее публиковать, значит, что, может быть, он боится, что там видно, что он не делал там донейшнс в какие-то организации, или видно, что он вообще налогов не платит, и он вдруг говорит в ответ на то, что он налогов не платит, он говорит, так это же значит, что я смарт, говорит он, значит, кто налоги не платит, тот смарт. И это может быть в тех кругах, где он общается, вот, а так, на самом деле, с точки зрения граждан, которые налоги платят, ну, в общем, что я хочу сказать, что она его, она его реально так подрезала, то есть хорошо держалась, и не совершала своих обычных таких ошибок, которые вот для нее характерны, то есть она его переиграла в этом деле, а он не смог удержаться от того, чтобы быть самим собой, и бытие самим собой помогало ему на уровне республиканской партии, вот там внутренних этих вот выборов партийных, да, вот, где он за счет вот реднеков таких, пролетариата такого, вот, побил всех остальных, а тут уже надо с другими иметь дело, и не получается, вот та схема не работает, а уйти от нее, он не в состоянии, он не гибкий, вот гибкости нету. И, наверное, он лично думает, если его спросить, так он, наверное, будет думать, что он там Клинтон вообще унавозил, там, укокошил, шансов никаких не оставил, но так вот, со стороны, так не получается. Я когда в прошлый раз на эту тему говорил, я немножко не освежил, что там происходит с неопределившимися избирателями, и сказал вам, что там 20% потенциальных избирателей неопределившиеся, это немножко устаревшие данные были, там, может быть, месяц назад там я смотрел, но сейчас уже такого нет. Пишут, что по разным данным от 3 до 10, от 3 до 10% избирателей, которые собираются голосовать, не определились. То есть там, не то чтобы там за какой-то уже очень большой такой кусок идет реальная борьба, но вот такая картинка. С точки зрения статистики того, что произошло, считается, что вместе с теми, кто смотрел трансляцию в онлайне и с девайсов всевозможных и так далее, где-то 100 миллионов человек пришли посмотреть дебаты. Другое дело, что продолжительность просмотра там меняется, скажем, если первые 10 минут посмотреть, там будет больше народа, чем там следующие 10, и следующие 10, и следующие 10. Но вот 100 миллионов, и самое большое количество просмотров до этого было в 86-м году. Я не помню точно, на каких-то выборах из тех. Наверное, я и с годом напутал, но вот в 80-е годы там было до 80 миллионов доходило. Вот, а здесь больше, ну сейчас, правда, и население у нас побольше. Так что у них были хорошие шансы себя проявить, и действительно, действительно многие, как-то политическая активность, что ли, пробудилась в людях, потому что такие странные выборы, на которых нет любимых кандидатов, а есть два нелюбимых, то есть, скажем, и тот, и другой имеют свыше 50% уровень неприятия в обществе. То есть, как-то вот так странно, поэтому, ну, а надо же как-то определиться, вот, и многие, многие пошли посмотреть, потому что действительно крайне это все необычно. Вот, ну, еще два тура должны быть. Я не знаю, там не произойдет ли чего в смысле отказа той или иной стороны, но вот я опасаюсь, что Трамп может не захотеть больше участвовать, потому что, ну, потому что что же вот в таком участвовать, где тебя бьют. А может и все нормально, не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Дело в том, что они, когда начинали это все, вышли на сцену, понимаете, Трамп был в роли такого победителя, как бы, до начала всего, потому что он за последние, там, месячишко существенно сократил разрыв с Клинтоном. Он ее не опережал. И если вы, вот, помните то, что я сказал по поводу букмекерских ставок данных, то все-таки у нее было, там, 69% против его 31%, вот. Но с точки зрения поддержки, как бы, там, среди населения, там, подсчета в том штате, в критических штатах, где все на самом деле и решится, вот там у него как-то так набирались очки. И он вышел, как бы, в положение человека, который пришел побеждать. То есть моральный перевес был, как бы, у него на стороне. А Клинтон как-то теряла, 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 теряла. И вот они пришли. Он, который приобретает, приобретает. И она, которая теряла, теряла. И они практически сравнялись. Практически сравнялись по, то, что называется, popular vote. То есть, вот, голосам населения. Без того, чтобы их там по выборщикам раскидывать. И поэтому, как бы, я не знаю, что у нее там сейчас нынче с настроением и желанием участвовать дальше в этом во всем. Но, во всяком случае, Клинтон была очень довольна. Была очень довольна и молодцом, молодцом. То есть, она, конечно, гораздо более опытный такой боец политический. Тут ничего не скажет. Вот такая вот история. Так что, друзья, вот мы на этом заканчиваем. А я, кстати, еду в Сан-Франциско. Вот мы сейчас проезжаем мимо. Тут у меня справа Ист-Пало-Алта. Слева у меня Пало-Алта. Точнее, это... Ну, вот этот кусочек, то, что вы видели, большие дома красивые. Это тоже Ист-Пало-Алта просто застроили. Так вот, еду я в Сан-Франциско. В одну интересную организацию. Совершенно секретную организацию. Где мы встретимся с начальником отдела кадров. И я задам ей ваши вопросы. Вопросов много. Хорошие вопросы, надо сказать, что давно такого не было. Вот, чтобы я так чувствовал приподнятость некоторую по части вопросов. И мы, конечно, сегодня же все это дело вам и вывесим. Счастливо! До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»